Привет всем! Хочу вам показать очень прибыльную стратегию, по которой торгую я сам. Причем стратегия очень простая и максимально точная. Но скажу сразу, что за большой прибылью мы гнаться не будем. То есть наша задача – получить прибыль с максимальной точностью, войти в рынок и закрыть свои позиции. И я, как и многие, задавался вопросом, как зайти в рынок так, чтобы получить прибыль, пусть небольшую, 10 пунктов, пусть даже 5 пунктов, но точная прибыль. И вот я пришел к решению данного вопроса, как оказалось, все намного проще и очевиднее, чем можно предполагать. Перепробовав кучу кампаний, я остановился на ИнстаФорекс. Позже я объясню свое решение. Просто, возможно, не все еще знают преимущества данной кампании. Ну что ж, давайте перейдем к делу. Я вам покажу, в чем заключается стратегия. Покажу примеры, что нам следует делать и как мы будем получать прибыль. Значит, почему ИнстаФорекс? Потому что кампания предоставляет очень выгодные торговые условия. Она же является одной из лидирующих кампаний. Плюс, что очень важно, кампания возвращает нам 50% спреда. То есть наш спред становится в 2 раза меньше. А это значит, что мы можем зарегистрировать свой счет в системе ИнстаФорекс. И получать обратно 1,5 пункта за сделки на свой счет. Теперь внимание. За каждый рыночный лот мы будем получать 15 долларов обратно на свой счет. Возникает вопрос. Зачем доить этот спред компании? Почему бы эти деньги не получить обратно на свой счет? Просто не все еще знают про сервисы ИнстаФорекс Бейт. Ну что ж, кто не знал, теперь знает. Чуть позже, под конец видео, я еще расскажу про данные сервисы и про возврат спреда. Давайте перейдем к моему методу торговли. Значит, не зря я вам рассказал про возврат спреда, так как он входит в саму стратегию. Давайте откроем валютную пару, к примеру, фунт-доллар. Вот, значит, я открыл у себя на своем рабочем терминале валютную пару фунт-доллар. Почему именно эта валютная пара? Потому что она является более волатильной, то есть у нее более большой диапазон колебаний. Также я хочу сказать, что лично я торгую во время европейской и американской сессии. То есть я только лишь в это время торгую. Вот я даже выделил зелеными вертикальными линиями начало сессии и красными конец сессии. Значит, давайте нанесем на наш график две скользящие средние. Move and VrH. Они у нас есть по умолчанию в нашем терминале. Значит, одна скользящая средняя с периодом 9, метод экспоненциальный, она у нас синяя. Другая скользящая средняя у нас красная, период 22, метод экспоненциальный также. А теперь смотрите, как все на самом деле оказывается проще. Не стоит заново изобретать велосипед, все намного проще, очевиднее, как я уже говорил выше. Также, как я говорил, что за большой прибылью я не гонюсь. Моя цель на рынке – получить 10 пунктов. И все. Я знаю, что я эти 10 пунктов получу 100%. Вот, значит, я выделил, повторюсь еще раз, горизонтальными линиями европейско-американскую сессию. Значит, валютная пара у нас фунт-доллар, временной период – М30. То есть, получасовой временной период. Господа, коллеги, вы можете настраивать, как вам угодно, как вам удобно присматриваться к любым таймфреймам, перенастраивать экспоненциальный средний, добавлять свои какие-то индикаторы. Неважно, экспериментируйте. Я вам покажу тот вариант, который я нашел, с которым работаю я. И я поудалял все индикаторы лишние. У меня было раньше прежде столько индикаторов. Сейчас, как вы видите, у меня только лишь две скользящие средние. И все намного проще, повторюсь еще раз, чем можно предположить. Вот, значит, начало европейской сессии зеленая линия и конец американской сессии красной линии. М30 фунт-доллар. Смотрим. Вот у нас, значит, произошло здесь пересечение двух скользящих средних. Синяя пересекает красную. То есть, это нам поступает сигнал на покупку. Мы смотрим. Вот произошло пересечение. Свеча закрылась на данном уровне. И от всех мы смотрим. От данного уровня мы смотрим. Если бы мы держали сделку до конца сессии, то мы бы заработали, ну, в пределах 80 пунктов. Как я говорю, вы сами себе рассчитываете, как вам удобно. Я лично для себя вынес прибыль небольшая. Пусть это будет 10 пунктов. Вот, как вы видите, я своих 10 пунктов лихо беру. Плюс к этому мне еще инстарабейт возвращает часть спреда. И у меня все замечательно. Кстати, что я хочу сказать. Уважаемые трейдеры, коллеги, обратите внимание, что я не подыскивал более лучший вариант истории. И я взял, вот, как вы видите, открыл свой рабочий терминал. И как у меня история шла. Вот я сейчас буду идти по порядку в обратном порядке. Итак, вот, значит, мы данный пример разобрали. То есть, свеча у нас произошло пересечение. Свеча у нас закрылась. Мы свои 10 пунктов лихо берем. Так, здесь, значит, у нас океанская сессия. Тут у нас вновь у нас зеленая и красная линия. То есть, начало европейской сессии и закрытие американской сессии. То есть, этот временный период мы торгуем. Смотрим, что у нас здесь происходит. Вот у нас произошло пересечение. Вот, как вы видите. Причем свеча закрылась вот здесь вот, на данном временном, на данном уровне. Мы бы могли держать сделку до конца. Но я повторяюсь еще. Я, допустим, пришел к выводу, что лучше меньше риска, но точная прибыль. Как вы видите, я своих 10 пунктов лихо беру. Плюс, повторяюсь, мне еще инстарабейт возвращает часть преда. Так, смотрим дальше. Вот еще у нас есть пример начала сессии. Вот как мы видим. И конец. Так, вот у нас здесь произошло пересечение. Вот даже здесь. Мы открываем нашу сделку на покупку. Так как синяя пересекает красную, мы открываемся на покупку. Как мы видим, тут можно держать до конца, не держать. Как мы видим, своих 10 пунктов мы также лихо берем. Так, смотрим дальше. Значит, начало зеленое. Вот, значит, начало европейской сессии. Мы в это время торгуем. Как мы видим, у нас происходит пересечение. Вот, аж здесь. Ну, если точно. То есть, я не пытаюсь как-то там скорректировать ничего. Вот, тут у нас происходит пересечение. Мы могли бы здесь открыться. Неважно. Более явное пересечение происходит у нас вот здесь вот аж на продажу. И даже здесь мы открываемся на продажу, смотрим своих 10 пунктов. Вот здесь вот мы явно берем. Мы бы могли взять больше, 17, но неважно. Моя цель 10 пунктов. Я не гонюсь за большой прибылью. Итак, смотрим дальше. Еще пример. Вот, значит, у нас начало европейской сессии. Красная, конец азиатской. Честно сказать, тут такого ярого, точного пересечения у нас не состоялось. То есть, как вы видели, если бы, вот как в предыдущем примере, если бы, вот как здесь вот. Я почему считаю не от сих, потому что тут у нас еще состоялось, пересечение не состоялось. Такое вот тут вот у нас оно точно состоялось. Вот тут вот мы входим. Здесь пунктов мы взяли. Здесь же в этом примере, оно, скажем, вот сами посмотрите, оно как-то еще точно, явно не пересекло. Мы бы могли, конечно, здесь купить, вот, потому что тут явно уже вот здесь, на этом уровне произошло вот соединение, тут разъединение двух скользящих средних. Где-то вот с этого уровня мы могли бы купить вот этих. Мы бы тут свои 10 пунктов 100% отработали, получили. Можно было брать больше. Вы сами смотрите себе, как вам удобно выставить тейк профит. Я, допустим, знаю точно, что я свои 10 пунктов забираю. Все. Вот смотрим еще пример. Вот, значит, у нас начало европейской сессии зеленая, конец американской сессии. Вот, значит, у нас происходит здесь пересечение. Более явное уже разъединение у нас идет вот здесь вот. Вот. Смотрим. Здесь у нас идет, значит, бычья свеча вверх. Тут же у нас линии более явно разъединяются. И вот в этом уровне мы подъем. Как мы видим, 19 пунктов мы могли бы взять, но моя задача повторять. Я беру 10 пунктов, большего мне не надо. Спасибо, но я знаю, что свои 10 пунктов я точно возьму. Вот, пожалуйста, еще у нас второй сигнал мы получаем. Вот здесь вот у нас явное пересечение. Свои 10 пунктов однозначно я беру. Так, смотрим дальше. Вот, значит, зеленый. Начало европейской сессии. Конец. Ну, тут, как вы видите, данная ситуация у нас тут гэп, это вообще у нас понятно, что новость была такая или что. Ну, вот, допустим, состоялось, неважно, что здесь у нас было, что за гэп. Вот, пересечение у нас состоялось. Пусть даже это пересечение будет отсюда мы выйдем, вот на данном уровне. Пусть даже на данном уровне, неважно, свои 10 пунктов, как вы видите, я бы мог продержать сделку до конца, взять свои 130 пунктов. Но, как вы видите, я еще раз повторяю, с 10 пунктов мы 100% берем. Большего я для себя, ну, у каждого свои требования, конечно. Как я говорил, за большой прибылью мы гнаться не будем. Вот, значит, у нас зеленое начало европейской сессии, красное конец американской. Пересечения тут у нас не было, это день мы не было у нас сигнала. Так, разбираем еще пример. Вот, значит, у нас зеленая стрелка, ой, зеленая горизонтальная линия. Значит, тут у нас идет соединение двух скользящих средних. И вот здесь у нас идет разъединение. То есть, где-то вот здесь вот мы можем входить смело. Мы входим на продажу. 10 пунктов, как вы видите, однозначно беру. Дальше можно поставить, 10 пунктов взял, дальше можно перевести на трейлинг стоп. Плюс, вот я, допустим, трейлинг стопом пользуюсь, ну, довольно в редких случаях. Ну, плюс к моим 10 пунктам еще инстарабет мне возвращает часть преда. Итак, смотрим еще пример. Вот, значит, начало европейской сессии и конец американской сессии. Смотрим, произошло пересечение сигнала на продажу. Мы продаем, как мы видим, тут 10 пунктов свои мы однозначно берем. Можно было держать до конца. Я не знаю, как это может обернуться, и больше 10 я не беру. 10 плюс инстарабет, отлично. Так, давайте разберем еще пример. Вот, значит, у нас начало европейской сессии, конец американской сессии. Смотрим, тут у нас идет соединение скользящих средних, тут легкое разъединение, ну, и вот тут вот уже ярое такое разъединение. Допустим, вот, мы даже если открылись, вошли на продажу не здесь, не здесь, не здесь, пусть даже вот тут вот, ярое разъединение, пусть даже здесь мы вошли. 10 пунктов мы лихо берем, плюс инстарабет. Отлично. Так, смотрим еще пример. Вот, значит, начало европейской сессии. Как мы видим, конец американской сессии, тут у нас, значит, пересечение, точнее не пересечение, а соединение двух скользящих средних произошло, но такого ярого разъединения вот аж под конец сессии произошло. Это, то есть, последние полчаса перед закрытием, ну, можно было войти, мы бы в любом случае, даже если бы мы вошли, мы бы обратно свой спред получили бы. Так, вот пример еще. Вот, начало европейской сессии, конец американской сессии, вот, ярое пересечение происходит у нас. Вот, допустим, мы здесь даже вошли на данном уровне. Как мы видим, свои 10 пунктов мы запросто получаем. Господа, коллеги, значит, таких примеров можно приводить, приводить и приводить еще по всей истории проходиться. Таких примеров можно уйму найти. Экспериментируйте, пробуйте на разных валютных парах, на разных временных периодах. Можно поиграться со скользящими средними, можно добавить что-нибудь свое еще. Допустим, я когда смотрю стратегию, очень часто бывает, что я добавляю свое и данную стратегию я давно, скажем так, присмотрел для себя. И все это время я ее тестировал, пробовал, уже достаточно длительное время я сам торгую. Просто мне удивительно, когда люди сидят и вновь изобретают велосипед. Мне удивительно, когда я смотрю кучу индикаторов, когда другие люди, трейдеры предлагают кучу индикаторов разных. Я раньше тоже торговал, мой терминал был облеплен индикаторами, мой график был облеплен индикаторами. Сейчас же я избавляюсь от них. Я понял, что все простое, чем проще, тем гениальнее, скажем так. Вот и весь секрет. То есть, помним, я, допустим, для себя вынес более волатильную пару фунт-доллар, временной период M30, полчасовой. На мой взгляд, это более удачная пара и более удачный временной период для данных двух скользящих средних. Одна у нас с периодом 9 экспоненциальная, другая у нас с периодом 22 экспоненциальная. То есть, можно пробовать, экспериментировать, крутить, вертеть. Вот и я, допустим, предлагаю данную стратегию в таком варианте. Считаю, что не стоит тут изобретать, придумывать. Следует просто присматриваться, быть внимательней и не грызть большие куски прибыли. Можно, конечно, брать по 50, по 70 пунктов. Я лично беру, как я уже говорил, повторюсь еще раз, 10 пунктов. Иногда, опять же, для себя я экспериментирую, могу взять 15-20. Но стараюсь придерживаться строгости и брать 10. Плюс InstaRabait мне возвращает часть спреда. Ссылка для ознакомления с темой InstaRabait, сервисами InstaRabait находится под видео. Давайте мы перейдем. Вот мы находимся на сайте InstaRabait. То есть, InstaRabait – это система возврата часть средств трейдерам за каждую совершенную сделку. Причем, не важно, ваша сделка прибыльная или убыточная, не важно. Спред в InstaForex – 3 пункта. Полтора пункта, то есть 50%, нам возвращает InstaForex. То есть, если наш пункт при торговле равен 1 доллару, то полтора доллара нам возвращает InstaRabait. Значит, как правильно зарегистрироваться в системе InstaRabait? Господа, я вам хочу еще показать свою историю совершенных сделок. Я вам торгую с ответником, также экспериментирую. Хочу вам показать, как начисляется InstaRabait, чтобы вы имели представление. Значит, начну с того, как стать участником системы InstaRabait. Значит, для этого нам необходимо открыть счет в компании InstaForex. Как открыть счет, я думаю, у никого проблем не должно никаких возникнуть. И вот мы открываем счет в компании InstaForex. Далее нам следует его зарегистрировать в программе InstaRabait. Жмем «Зарегистрировать». Вот тут у нас выходит небольшая форма регистрации, то есть мы вписываем свой номер счета. Далее полное имя, телефон, e-mail, проверочный код. Ставим галочку и жмем «Отправить». Все, господа, поздравляю вас. Ваш счет зарегистрирован в системе InstaRabait. Все очень просто. И теперь скальпируйте вы, пипсуйте. Неважно, каким объемом вы входите, сколько вы сделок совершаете. Каждый день вам будет начисляться за все ваши совершенные сделки часть спреда. Каждой сделки по 50% спреда. У меня, допустим, выходит по 10, по 15 долларов, по 20 долларов. Иногда даже по 50 долларов выходит на следующий день. То есть не начисляется автоматически. Давайте я вам покажу свою историю совершенных сделок. Вот, значит, это я вам хочу показать примеры. Я торгую с советником. И вот, значит, начисление по системе InstaRabait за не такой большой уж период. Вот, как мы видим, InstaRabait начисление на следующий день. Так, опускаемся ниже. Вот еще, пожалуйста, господа, прошу вас. Вот, InstaRabait. Я надеюсь, вам видно начисление на следующий день. Вот у меня мои начисления по системе InstaRabait. Смотрим дальше. Вот начисление по системе InstaRabait. Опускаемся. Так, чуть ниже. Вот InstaRabait начисление. Вот InstaRabait начисление. Пожалуйста, господа, надеюсь, вам видно. То есть это очень выгодно. Почему я говорю, что InstaRabait входит в часть моей стратегии? Потому что я торгую. И помимо того, что я получаю прибыль своих точно 100% заработанных 10 пунктов, плюс InstaRabait мне возвращает часть спреда. Вот, пожалуйста, InstaRabait. Я торгую. Это вот моя история, как я торгую роботом, советником. Также, помимо этого, я торгую сам. Вот начисление по системе InstaRabait. Вот начисление. Опускаемся ниже. Вот начисление по системе InstaRabait. Так, господа, вот еще. И так далее. Можно идти, идти, идти. Ну что ж, уважаемые трейдеры, уважаемые коллеги, я надеюсь, что стратегия, которую я вам показал, с которой я вас познакомил, возможно, кто-то сам ее, скажем так, для себя уже нашел. Может быть, кто-то не нашел, то я надеюсь, что уже нашел. Надеюсь, что я вам помог. Ну что ж, уважаемые коллеги, трейдеры, удачи вам и профитов.